Доброго времени суток всем юным разработчикам игр! Мы постепенно подбираемся к концу нашего видеокурса и в очередном 20 уроке мы рассмотрим один из самых важных вопросов программирования это разработка под программ и функции ну и в Scratch это реализуется с помощью так называемых других блоков В качестве примера мы рассмотрим игру викторина, которая создавалась раньше и оптимизируем ее с использованием других блоков то есть мы сделаем так, чтобы программный код выглядел более аккуратно и чтобы он не только хорошо читался, но и выполнялся Ну что ж, перейдем к нашему проекту и оптимизируем его заодно рассмотрим, что такое другие блоки в Scratch Вот я открыла данный проект, я его просто скачала с сайта под данным видео будет ссылка на этот проект, чтобы мы могли его посмотреть Давайте его запустим Мы видим здесь простая викторина, необходимо отвечать на вопросы И при этом подсчитывается количество правильных ответов и количество допущенных ошибок Также можно получить результаты в качестве примера нас интересует не столько то, как это работает, поскольку мы уже знаем этот код сколько то, что данный скрипт является не совсем оптимальным Даже внешне видно, что есть части кода, которые повторяются Вот одна часть Вторая почти такая же часть И третья Отличаются они лишь тем, что здесь используются различные переменные Вопрос 1, ответ 1, вопрос 2, ответ 2 Ну и соответственно вопрос 3, ответ 3 Наверное, если бы было 4 вопроса и ответа у нас был бы еще один такой же кусочек кода который бы выглядит практически так же, только с другими переменными Что мы можем сделать? Мы можем оптимизировать этот код, оставив только одну такую часть и вызвав ее несколько раз Для того, чтобы это сделать, у нас есть специальный раздел в Scratch который называется «Другие блоки» И с помощью вот этого раздела мы можем создать другой блок Ну давай сразу создадим и увидим, что получится Нажимаем «Создать блок» Здесь мы должны его как-то назвать Ну давай назовем «Спросить» Мы задаем вопрос в викторине Пусть будет название блока «Спросить» И тут сразу видно, что у нас две переменные Поэтому для данного блока мы зададим параметры Сразу скажу, что могут быть блоки без параметров И примеры таких проектов мы тоже рассмотрим А в данном случае нам необходимы параметры которые будут подставляться в качестве вопросов и ответов И у нас это строковые поля Поэтому мы выберем строковое поле И здесь напишем вопрос, чтобы было понятно Потом напишем вот так И проверить ответ То есть проверить правильность ответа Вот так мы назвали наш новый блок Нажимаем «Ок» И появляется такая шапка Под которую мы должны собственно блок определить То есть сделать так, чтобы здесь был какой-то программный код Чтобы здесь был скрипт, который будет выполняться и вызываться И если ты видишь, у нас появился этот блок, такой шаблон Который мы как раз таки в наш основной код, в программу Вот так будем подставлять И будем подставлять переменные соответствующие Но прежде чем это сделать Мы возьмем один такой кусочек И подставим сюда Что здесь еще нужно сделать? Нам нужно задать использование параметров Ты видишь, здесь появились такие синие блоки Считывающие вопрос-ответ И мы их подставим туда, где собственно должен задаваться вопрос И проверяться правильность ответа А вот эти переменные мы должны задать в качестве параметров При вызове, при использовании нашего нового блока Дальше мы можем сделать что? Конечно, взять опять этот же блок И уже его использовать с другими параметрами Для второго вопроса и ответа Соответственно, эта часть кода нам не нужна Мы можем ее удалить И для третьей части то же самое Берем этот же блок, подставляем параметры И ненужную часть кода удаляем Конечно, чтобы все работало по-прежнему Мы должны вернуть ту часть, которую оторвали Вот так разместить, чтобы было аккуратно И получилось, смотри, получился скрипт короче Аккуратнее Видно, что часть кода почти одинаковая Только с разными параметрами И эта часть кода вынесена у нас Во внешнюю дополнительную часть скрипта Которая называется Scratch другие блоки Ну, давай выполним, проверим Как работает наша викторина Может быть, что-то не так Итак, те же самые вопросы Все правильно Тут я специально ошибусь Все работает точно так же Вот так вот просто можно использовать другие блоки Но сейчас мы немножко перейдем Поговорим о теории Как это в программировании правильно называется И используется Итак, мы в своем проекте создали другой блок И увидели на практике, как можно оптимизировать скрипт Сделать его более аккуратным, читабельным Удобным для восприятия И в то же время все работает по-прежнему хорошо и понятно Почему это очень важно, я сказала в самом начале Потому что современное программирование основано на том Что программисты в основном как раз пишут Такие вот подпрограммы и функции Используя такие термины В других языках программирования нет блоков Как правило, в основном пишется все На каком-то специальном языке В текстовом режиме Поэтому в текстовом режиме Это подпрограммы и функции Ну, давай разберемся, что это такое Есть некоторое определение Можно сказать, что подпрограмма Это какая-то часть кода, которая описывается отдельно И вызывается из основной части программы Мы действительно так и сделали в нашем проекте Мы взяли часть кода, вынесли в отдельный элемент Создали на его основе свой новый другой блок И потом его использовали в основной части программы То есть фактически мы, если говорить в терминах традиционного программирования Создали подпрограмму При этом мы еще использовали параметры для этой подпрограммы И потом ее три раза вызвали из основной части скрипта Итак, подпрограмма может быть многократно вызвана Из разных частей программы Как сказано в Википедии Ну и это вам скажет любой программист Подпрограмма может иметь параметры И мы использовали два строковых параметра Но параметры могут быть разные, могут быть числовые А может и не быть параметров Когда, в общем-то, не надо ничего передавать Просто нужно какую-то часть кода Несколько раз вызывать и использовать в основной части Так удобнее, чтобы программа выглядела Еще раз повторю, аккуратно и читабельно И еще есть один термин Функция Это специальный вид подпрограмм Который возвращает значение и результат Например, те, кто постарше В средней школе изучают такие функции Как синус, корень квадратный и какие-то другие Тот, кто помладше Не переживай, когда ты будешь изучать на математике Какие-то функции Ты уже будешь знать, как они программируются С помощью других блоков на Scratch Итак, я на этом эту небольшую часть урока заканчиваю И сейчас твоя очередь Возьми, пожалуйста, проект «Простая викторина» Еще раз повторю, ссылка есть под видео И оптимизируй его Создай другие блоки Ну и если у тебя есть какие-то свои похожие проекты Тоже посмотри на них внимательно Если повторяется какая-то часть программы И ее можно вынести в другой блок Потренируйся, попробуй вынести в другой блок Я желаю тебе успехов и жду в следующей части урока Где мы рассмотрим еще один интересный пример С использованием других блоков разных И они часто будут у нас вызываться из разных частей скриптов